И снова заветная посылочка с новым эндорфином. Уже не раз себе говорила стоп-слова. Места нет, но мое ментальное тело желаний и слушать не хочет. Витаю всех, кто дает все мои видео. Обычные манипуляции с новыми орхидеями. Первым делом я полила орхидеи раствором огнекура, чтобы при помощи этого препарата растение выработало фитоалексины, которые делают растение устойчивым к возможному загниванию. Многие незаслуженно говорят, что магникур бесполезен. Но это не так. Каждый применяемый препарат работает, но его нужно изучить и понять принцип его действия. Напрямую магникур против гнили не работает. Он больше активный против водорослей. А антифунгальные свойства он проявляет в виде профилактики или в виде прививки, вынуждая растение быть готовым к атаке грибов, вызываемых гниль. Вот к воздействию этих-то грибов растение и становится устойчивым. Если же вы заметили процессы гниения, то используйте не магникур, а настоящие фунгициды прямого действия. Но по истечении срока действия препарата оздоровите почву, заселите полезную флору. Я для этого использую триходерму. Но вернусь к манипуляциям на моих новеньких орхидеях. Вынимаю всегда торфяную губку из посадки. При этом орхидею не вынимаю из горшочка, а только высыпаю грунт до половины, чтобы легче было подобраться и удалить эту торфяную губку. В любой период года эта губка может сыграть на здоровье растения. Сейчас осень. В квартире уже прохладно. Грунт у орхидеи просыхает дольше, а значит и торфяной стакан будет мокрым, даже тогда, когда корешки опять будут готовы к поливу. Это может спровоцировать гниение стволика орхидеи, ведь мы не можем обеспечить в квартирах необходимую вентиляцию, как, например, в оранжереях и теплицах. Вынимая торфя в стакан, образуется пустота, которую я заполняю невлагоемкой корой, а высыпавшийся грунт я засыпаю верхним слоем. Такие действия я произвела на шести новых орхидеях. У этой орхидеи под торфяным стаканчиком я увидела гниение корешков и решила применить фунгицид под названием парацельс. Так как мне нужно небольшое количество рабочего раствора, то и воды я взяла 50 мл. На это количество воды понадобилась всего одна полномерная капля препарата. Этим раствором я хорошо обрыскала корешки и стволик орхидеи, дала просохнуть корешкам, и затем доверху заполнила горшочек корой, все так же, как и с первым растением. Обработку от насекомых обычно я не провожу, если не вижу проявления вредителей. Но на этих цветах я заметила следы пребывания дрипса, и поэтому дважды произвела обработку с интервалом 7 дней. Применила я октофит с димексидом. Применяя октофит с димексидом, погибают и яйца вредителей. Применяю. 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 П tourist. Обрыскивала я не только листья, но и цветы. Прошло несколько недель, в квартирах включили отопление и я возобновила опрыскивание. В воду для опрыскивания я добавляю удобрение и глицин для лучшей усвояемости растениям удобрений. Так как глицин плохо растворяется в воде, я растираю его в ступке вместе с удобрением, добавляю воду и готовлю раствор. Добавляю воду для глицин и глицин для лучшей усвояемости растениям удобрения. Добавляю воду для глицин и глицин для лучшей усвояемости растениям удобрения. Добавляю вода для глицин А я, как всегда, желаю вашим рослинкам хорошего развития и хорошего цветения. И прощаюсь с вами до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok